приветствую вас друзья на моем канале меня зовут алена и вы смотрите канал вижу стильно в этом видео я хотела вам показать свои процессы что я сейчас вижу обычно я вижу всегда несколько процессов это не один и не носки так так что если вам интересно оставайтесь со мной и не переключайтесь и обязательно подпишитесь на мой канал и включать оповещение моих новых видео а сейчас давайте смотреть итак первое изделие которое я вижу сейчас вам покажу это кардиган из пол хлопка вяжу я из пряжи alize cotton gold здесь на 100 грамм 330 метров и спицы я использую 375 вяжу я кардиган вот вот такой предыдущем видео я вам показывала голубую кофточку кто забыл и кто не видел я вставлю фотографию так вот я вязала эту кофточку и было ей несколько недовольна пока вязала и когда уже прям только что связала но когда поносила мне она очень стала нравиться но есть некоторые моменты которые я хотела исправить и поэтому я начала вязать можно сказать еще один ну не еще один кардиган начала вязать голубой я тоже планировала вязать как кардиган в итоге связала кофточку а сейчас я уже вяжу кардиган и так что я изменила во первых я стала вязать вот этот узор гораздо реже раза в два пореже здесь не такие частые цветочки ажурные дальше я его вижу пошире как вы видите эта кофточку меня достаточно такая вот не облегающая конечно но сидит по фигуре здесь кардиган у меня пошире вот он уже можно так вот прикинуть вот он уже такой достаточно широкий в общем то я такой хотел на самом деле но с той кофточкой получилось немножко по-другому вот этот кардиган будет пошире что дальше изменю здесь я буду делать в пройму побольше и принципе все она рукава я сделаю длинные и ажурные точно вот такие же как самого тела так здесь и здесь кстати вяжется немножко другая резинка по планке здесь вяжется укрепленная резинка один на один я оставлю ссылку как вязать такую резинку кто не знает то есть это в лицевом ряду вы вяжете лицевая изнаночная лицевая изнаночная а в изнаночном ряду вы вяжете лицевую изнаночную снимаете нет нить перед работой лицевую провязываете изнаночную снимаете нить перед работой и вот такое чередование этих двух рядов дает немножко такую-то укрепленную резинку которая сильно ширину не тянется и такая резинка у меня везде вот понизу она такая здесь кстати итальянский наборный край использовала я вот вот здесь у меня почему-то такая полоса темная видимо нить была испачкана надеюсь стирается вот в общем-то узор вяжется очень легко если нужно пишите в комментариях я обязательно опубликую узор тут нарисую в инстаграм своем подписывайтесь кстати на мой инстаграм потому что там более актуальные новости чем здесь на youtube более быстро как бы информация потому что я сейчас вижу что у меня в процессе здесь немножко промотаю вам свой инстаграм вот он мой инстаграм и там я буду опубликовывать всякие схемы если вам интересно напишите пожалуйста комментариях это первая моя работа здесь ушло у меня здесь по-моему один моток у меня ушел вот он сейчас кстати еще даже не закончен и провязано у меня здесь где-то сантиметров наверно 20 до вот вяжется достаточно легко достаточно просто и я вообще девочки полюбила вязать из хлопка мне понравилось кстати заметил мои ощущения когда вижу из хлопка мне достаточно трудно дается сам процесс особенно это если стопроцентный хлопок но и кстати когда вижу у меня такие всегда ощущения что я вижу какую-то ерунду что у меня выйдет какая-то ерунда вот но когда довязываю все соединяю когда все постираю вот только тогда я могу оценить свою работу и свой результат ну вот у меня в во всяком случае с лопком именно так происходит напишите как у вас вообще как дела с хлопком как вы вообще вяжете с копкой ну сразу видите что выйдет хорошо или не сразу вот я обратила внимание что я вообще сразу не понимаю что у меня получится с шерстью не так с шерстью я когда уже вижу процессе вязания я уже вижу что да вот это будет классно вот это все будет здорово а это будет плохо распускаем а с хлопком у меня какая-то другая история я не понимаю почему вроде тоже пряжу мы почему бы так я не понимаю вот так что это у у меня первый процесс и так второе у меня процесс это также ализе cotton gold ализе cotton gold простой цвет к сожалению не вспомню сейчас какой то там 161 насколько помню или 365 ну какой-то пудровый цвет очень красивый здесь я решила связать себе джемпер 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 кстати я потому кардигану потому кардигану вам не сказала что у меня там будет спущенное плечо и руках будет из проймы ввязываться точно также как в голубом то же самое а здесь я планирую связать также только здесь уже как бы вязание круговую до пройм потом будет разделение и также освежу спущенное плечо в общем я говорю у меня какие-то работы в последнее время однотипные спущенное плечо скос плеча обязательно рукав идет из проймы вот у меня такие работы в последнее время получаются видимо надо как-то вспомнить про реглан сверху а может быть даже пропагон давно что-то я не вязан в этих техниках и так вернемся сюда здесь пицца три с половиной здесь будет ажур смотрите я вижу резинка 2 на 2 внизу и здесь ажур я вам ставлю кстати фотографии этого ажура как видите это такие цветочки с лепесточками я буду чередовать один цветочек выше другой ниже вот так вот как бы вот будет у меня зигзагом цветочки по низу то есть джемпер будет вот такой вот не сильно длинный укороченный и вот где-то на этом уровне вот досюда будет ажур а дальше все лицевая гладь планирую я воротник в воротник у меня будет скорее всего круглый но я еще не решила процессе посмотрю по рукавам кстати тоже у меня будут они связаны снизу вверх будет манжет также будут вот такие вот длинный короткий цветочек ажур будет здесь и дальше лицевая гладь и сшивное получается изделие будет или я попробую связать и спроем наберу и буду наоборот переверну узор и буду вязать другую сторону а может быть и так даже кстати сделаю потому что я не люблю сшивать не проще вот набрать петли и вниз связать вот здесь надо было наверно мне все-таки вязать итальянский набор решила как-то простой набор сделать поэтому по рукавам как закрывать будут петли еще пока не знаю скорее всего будет итальянская ой скорее всего будет закрытие иглой как я и люблю вероятнее всего тем более что в этой пляже смотрится это очень классно ну как видите совсем чуть-чуть я просто идею как бы поймала свою и начала вязать чтобы фиксировать но сосредоточилась сейчас в основном на вязании еще одной моей летней вещи а именно это у меня футболка связанная которая будет вернее связана из стопроцентного хлопка вижу я ее из пряжи троицкой ландыш вот такая пряжа я откопала ее в древних запасах я просто боюсь представить и вам сказать сколько лет она у меня провалялась это стопроцентный хлопок цвет перламутровый из-за цвета купила смотрите какой цвет шикарный вот смотрите какой цвет шикарный перламутров серебристый такой серый серебристый обалденный цвет здесь 115 метров 100 граммов мерсеризованный хлопок спицами вяжу номер четыре на четверке кстати вижу и сейчас покажу что получается изобретаю на ходу на самом деле хотел одно получается другой вот средний пряжа как я говорю у меня вот так вот получается вот это у меня спинка простой лицевой гладью но вижу опять же прямо до пройм потом делаю резкие скосы очень резкие там в каждом третьем я делаю прибавки вот здесь вот потом вязала укороченными рядами скос плеча видите а после того как я сделала скос плеча я еще провязала 4 ряда просто лицевой гладью то есть как и перед я сделаю также то есть у меня получится немножко такой погон потому что у меня скос вот он вот здесь вот и сзади будет так же и посередине просто будет такой погончик потому что соединять я буду методом ну вернее иголка петля в петлю вот и горловина круглая футболки обработка будет тоже резинкой какой один на один здесь кстати один на один я сделала буквально два ряда чтобы не закручивалась здесь скорее всего воротник сделал один на один а потом еще несколько рядов лицевой глади чтобы роликом чуть-чуть подвернулась и рукава скорее всего также будут заканчивать здесь еще будет рукава небольшие в общем вот футболочка она мне кажется еще под ним не кажется она подтянет чуть-чуть высоту и она немножко должна быть покороче вот меня спинка готова расход не скажу я не записывала потому что вижу прям что получится получится когда будет готова и я взвешу и уже вам скажу я начала перед вязать вот провязалась у меня буквально немножко вот столько сантиметров наверно 15 где-то рядность дикая просто я не могу я очень контролирую себя прям смотрю но все равно она у меня есть я не могу с ней бороться спицы я тоже поменять не могу потому что они у меня здесь не откручиваются а другие четверки у меня в работе ну короче говоря ну и фиг с ней с этой рядностью кто-то меня поругает за это ну и ладно пусть будет рядность вот так значит вот у меня три изделия из хлопка сейчас вяжутся в работе и сейчас покажу пару своих старых процессов которые которые вы уже видели не раз я просто напомню что они у меня есть итак джемпер жаккардом тот самый пресловутый джемпер который я вязала не по описанию но в итоге связала не знаю что я просила вас посоветовать что мне делать и было так много комментариев девчонки вам огромное спасибо так много советов и я прямо задача меня такое состояние было даже в одно время что все распустить вот правда что я думала что наверное так накосячила здесь есть ничего не рассчитывала кстати кто-то писал мне что расчеты неверные скорее всего да да я тут вообще ничего не рассчитывала я просто вязала на обум прибавки поэтому тут нет расчетов возможно из-за этого не сидит возможно да вначале я вязала тоненькими спицами потом ушла на широкие ну в общем ошибок здесь много сразу говорим что много я не скрываю этого но я думаю все таки а вдруг он сядет некоторые советовали мне его постирать и потянуть тоже хорошая идея я попробую кстати сделать это если решу его оставить но говорю я что-то так задумалась что думаю зачем на самом деле я тут мучаюсь может правда все распустить купить описание и связать по описанию в общем у меня пару дней было состояние что все я пойду все и распущу все не знаю хорошо или нет этот момент я пережила и передумала распускать и сейчас у меня следующая идея его постирать вот здесь потянуть потому что это пряжа у меня ализе royal merino она тянется отлично просто очень хорошо тянется и она я знаю что если постирать вот тут натянуть она растянется да и возможно когда я довяжу тут будет тяжесть уже самого как бы джемпера и действительно перестанет как будто этот пузырь сильно выделяться будет скорее всего может не так сильно и уже другой джемпер связать еще один и не из такой тяжелой пряжи наверное как и в оригинале лучше связать его из мохера из легкого такого из легкой пряжи не из мериноса вот так что я пока оставила в покое вот это вот довяжу сейчас все летние свои вещи наверное к нему вернусь и скорее всего я его постираю тут натянул и и попробую что получится но вам спасибо огромное мне всегда так приятно когда вы мне пишете стараетесь помочь какие-то советы даете да и вообще что то мне пишите критику воспринимаю спокойно но когда она в уважительной форме поэтому если что то пишите конечно я совершенно спокойно реагирую на критику так и последнее вам покажу изделие но этот процесс я тоже показывала в прошлом своем видео ничего тут не изменилось только кто распустилась еще больше и определилась что я буду дальше делать если я не говорил об этом по моему не говорила я скажу сейчас в общем я сейчас вяжу спинку немножко провязала кстати немножко все таки провязала где-то сантиметров 10 я провязала нет меньше 5 и решила сделать его кстати тут видно видите полоса и по моему я вижу немножко неправильно этот узор вот или плотность у меня другая видите да полоса такая где вот тут надвязана вот она ну правильно я вязала два года назад возможной плотность у меня изменилась ну короче говоря может распустите до этой полосы заново в общем я решила связать его укороченные со спущенным рукавом опять же скосов плеча у меня здесь не будет просто такой прямоугольник но из вырезом естественно по королевине круглые круглые буду делать все буду делать так и рукава соответственно тоже я спускаю тут наверно как раз с ними будет мороки меньше надвязывать не надо просто распущу сам реглан и все это так его пришью потом вот да 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 то есть не надо надрезать только спинку и перед и вывязать королевину в общем так уж и много работ в общем то и все на этом я вам показала все свои процессы которые у меня сейчас в работе но это далеко не все что я хочу связать поэтому обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео следите за новыми видео включайте оповещение потому что я очень часто начинаю новые процессы интересные по моему мнению процессы и не могу долго вязать одно и то же мне все время хочется больше нового 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 поэтому подписывайтесь взять на мой канал с вами была алена всем пока пока